Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Служба безопасности Украины проводит обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Следственные действия проходят по делу о разжигании межнациональной розни, сообщает пресс-служба СБУ. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующем выпуске новостей. Украина запретила въезд мужчинам к гражданам России в Украину в условиях военного положения. Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента. Глава государства собрал руководителей силовых структур и ведомств обсудить обороноспособность страны. Петр Порошенко заявил, ведение военного положения мирных жителей не коснется и поручил определить первоочередные меры по внедрению военного положения в отдельных регионов, отметив, военным режимом Украина воспользуется для усиления вооруженных сил и для отпора российской агрессии. Также президент акцентировал внимание на вопросе освобождения военнопленных украинских моряков. Отдельно ставлю задание информировать мировое сообщество об агрессивных действиях Российской Федерации и оппозиции Украины. Вы видите, что многомиллиардная российская пропагандистская машина включилась с намерением переключить ответственность на Украину. Также на совещании министр иностранных дел Павел Климкин заявил, украинские дипломаты находятся в постоянной связи с Красным Крестом, который уже отправил в Москву требования о допуске к нашим морякам. По его данным, военнопленных моряков россияне намерены содержать в Лефортовском следственном изоляторе. Мы должны получить независимую информацию, не доверяя России. Мы знаем, что Россия пытается перевести некоторых пленных моряков в Москву, в Лефортово. Наши консулы уже готовы к этому. Украинских моряков под контроль на Москве суд в Симферополе арестовал на два месяца. Троих судили в Керчи заочно. Окупанты всем предъявили обвинения в незаконном пересечении границы. Украинские военные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу российский спецназ захватил 25 ноября в районе Керченского пролива. Суд нашли из Одессы в Мариуполь. В плену оказались все члены экипажей. Вернуть украинских военных моряков и дать пояснение по их захвату обязал Россию Европейский суд по правам человека. У Кремля есть время до понедельника, чтобы предоставить информацию в отношении захвата моряков, места их содержания, вызванных ранений и оказанной медицинской помощи. Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Фейсбуке. Немедленно вернуть Украине захваченные корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу призвали Кремль в Сенате Соединенных Штатов. Об этом говорится в соответствующую резолюцию, которую единогласно поддержали сенаторы. В документе осудили действия России в Керченском проливе и пообещали поддержку Киеву. Вашингтон не признает аннексию Крыма России и незаконное строительство Керченского моста, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в резолюции Сената. Константинополь утвердил текст Томаса и подготовил устав для Украинской Поместной Православной Церкви. Таковы результаты заседания Сената Вселенского Патриархата в Стамбуле. Дату проведения Объединительного Собора пока не объявили. Как проходило заседание и что значат эти решения, корреспондент ЮЭТВ Ольга Михалюка расскажет подробнее. На третий день заседания Священного Сената Вселенского Патриархата анонсированы решения по Украинской Поместной Православной Церкви. Судьбу Томаса об украинском токефале решают за закрытыми дверями. Сенат ограниченного времени. Заседание Патриарх Варфоломей должен закончить раньше. Впереди богослужение, перед днем Святого Андрея Первозванного. На фонаре его чтят, как небесного покровителя Вселенского Патриархата. В полпятого вечера по местному времени участники Сената выходят на службу. После посвящения новых служителей Церкви в Сан в Собор Святого Георгия приходит Вселенский Патриарх Варфоломей. Служба длится около часа. После журналисты получают коммуника на полстраницы. В третьем пункте подтверждается решение предоставить автокефале Украинской Поместной Церкви. И в ожидании выдачи Патриаршего Томаса Священный Сенат подготовил проект устава Украинской Церкви. Официальный текст коллегиального решения пояснил Ростислав Павленко, советник президента Украины. Фактически объявлена независимость Украинской Церкви. Приняты документы, которые публичными станут. Каждый в свое время. Сенат принял решение касательно текста Томаса. Но Томас будет вручен уже после Собора новоизбранному предстоятелю независимой Украинской Православной Церкви. Объединительный Собор должен состояться в декабре. Точную дату патриарх Варфоломея назовет в ближайшее время. Предположительно, в начале следующей недели. По словам Павленко, Украинская Церковь будет полностью независимой. И для ее решений не потребуется никаких внешних утверждений. Из Стамбула Ольга Михалюк, Дмитрий Борщ, UATV. С поезда в самолет. С сегодняшнего дня экспресс Киев-Борисполь курсирует с центрального железнодорожного вокзала столицы в крупнейший международный аэропорт страны. Одним из первых пассажиров был корреспондент UATV Артем Хоменко. Он уже добрался в аэропорт Борисполь. Коллега, добрый день. Сколько ты был в пути и какие твои впечатления от поездки? Привет, Тимофей. С железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь на новом экспрессе мы добрались менее чем за 30 минут. Поезд вышел из 14-й платформы южного железнодорожного вокзала. Сейчас мы находимся в терминале D аэропорта Борисполь на новой станции, которую построили специально для этого экспресса. Мы ехали не только мы, не только журналисты, мы также ехали еще и с первыми пассажирами этого экспресса. И вот как они нам рассказали об удобстве этого нового вида транспорта. Без проблем. Программа легкая, все нажимается легко, карточка оплачивается легко. Взяли, пожалуйста, подошли, сели сюда. Полтора часа нужно было ехать в автобусе. Ну, автобуса, да. Также пока мы ехали, мы обратили внимание на сам вагон этого экспресса Киев-Борисполь. В нем есть два отделения, есть также туалет и есть Wi-Fi. Также в салоне работает стюарт, который проверяет билеты у пассажиров. На данный момент есть два варианта оформления проездного документа. На данный момент есть два варианта покупки билета. Терминал, который установлен перед 14-ми путями, и второй, безналичный. Если есть банковская карточка, можно расплатиться прямо в поезде. Сам поезд курсирует между Борисполем и Киевом каждый час. Он делает остановку, если едет с вокзала, останавливается по пути в Борисполь на Дарнице. И точно так же, если едет с Борисполя, делает остановку на Дарнице и доезжает до железнодорожного вокзала. В самом аэропорту Борисполя от станции буквально 5 минут ходьбы, даже меньше, до нового терминала Д билет можно купить как на самом вокзале или аэропорте, так и на самой станции. Здесь стоят специальные боксы для безналичного расчета. И все станции, вся информация на новой железнодорожной станции, она на трех языках. На украинском, русском, на украинском, английском и есть даже шрифт в Брайле. Сейчас за моей спиной выступают президент и премьер-министр Владимир Кройсман. Они также приехали сюда на новом поезде. Пока что у меня все на этом студии. Спасибо, коллега. Корреспондент ТВ Артем Хоменко рассказал о новом ЖД-сообщении Киев-Борисполь. Теперь добраться из столичного вокзала до аэропорта можно менее чем за полчаса. Всегда актуальная информация об Украине и мире есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через полчаса, поэтому оставайтесь с нами. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok